Радио «Свобода» сообщило о том, что по данным спутников на военных аэродромах в Энгельсе в три раза уменьшилось количество истребителей, которые там находятся. Как вы считаете, что это признание неэффективности российского ПВО? Ведь уже два раза только за декабрь туда прилетали неопознанные летающие объекты, как они их называют. Ну, в первую очередь, конечно, это и достижение нашей разведки, агентуры, которая работает в Российской Федерации. Вот это конкретно. То есть ничего так случайно не бывает. И найти особо важный объект, который очень мощно охраняется не только системой противовоздушной обороны, а вот всеми средствами защиты. И зенитными, и ракетными, и оперативными. Имеет он жесткую зажигровку, я же еще подчеркиваю. Это не совсекретно, а особой важности. Это высший уровень секретности. Потому что там находятся и находились стратегические бомбардировщики, носители ракет. Не только ядерных, баллистических они могут отнести, а глобальные и дальнего действия, которые могут нанести удар не только по Украине и Европе, и по США. Поэтому в данной ситуации эти объекты охраняются особо. И несмотря на это, наши разведвозможности были такие, что мы это обнаружили. Мало того, определились какая слабая система противовоздушной обороны. Они просто-напросто не ожидали, что в данной ситуации так могут действовать эффективно. То есть обойти эту систему и, соответственно, нанести удары. Как раз первый случай это было прямо по самолетам, второй случай по системе управления. И также в некоторой степени даже повредили некоторые летательные аппараты. Это стратегическая Ту-95, Ту-22, Ту-160. То есть это то, что является основным, я прямо скажу, авиационным ядерным потенциалом Российской Федерации. Да, их еще много за 60, если мы говорим в целом. Но они поняли, что этот объект мы обнаружили. Систему защиты мы просто проходим, используя нетрадиционные методы. А можете об этом подробнее рассказать? Вы говорите, кроме противовоздушной обороны, средства защиты и другие. А можете какой-то пример привести? Какие, например, еще? Ну, там имеется, соответственно, ракетная система среднего радиуса действий. То есть есть глобальные, баллистические, которые бьют, например, в обнаружив цели за тысячу километров. И ранее, например, даже с Европы, например, они достают прямо половину полушария. Но это такие глобальные форматы. Здесь среднего формата до 500-1000 километров. Вот эти ракетные системы, которые обнаружат и ракеты с нашей стороны, беспилотники, летательные аппараты, например, самолеты, вертолеты и, соответственно, их провод сбития. Но задействованы такие были летательные аппараты с нашей стороны, которые эта система не брала. Вот у нас с ракетами немножко были проблемы вначале. Помните, даже несовершенные. Тут даже могут быть некоторые наши беспилотники, могут попроще быть. Хотя системы наведения более точные. А вот в плане исполнения как бы и планеров, и других средств. То есть они насколько мощно накручены. И существуют еще системы защиты от ПВО. Сейчас, если мы не будем просто расшифровывать, но есть нанесение определенных покрытий, которые практически не фиксуются в системе радиоакции или в системе ПВО других типов. Поэтому такие системы сейчас у нас идут на вооружение, работают и конкретно по Энгельсу сработала примерно такая же система. Мы не будем карантизировать точно, какая. Вот. Поэтому они поняли, что уже 100% гарантий нет. Одна из быстрых тем, как защитить, это рассредоточить самолеты. Они, например, там Мурманск, Октюбинск, другие города далеко. Где-то 2-2,5 тысячи, 3 тысячи километров. Октюбинск за 5 тысяч километров. Поэтому явно уменьшилось количество стратегических бомбардировщиков. Ну и, соответственно, время подлета теперь увеличилось с других самолетов, которые находятся на стратегических аэродромах. Почему их нельзя разместить на других аэродромах поближе? Потому что для этих самолетов должны быть особые условия. Начиная от взлетной полосы, большой, потому что большие это бомбардировщики, ракетные. И, соответственно, все системы управления, которые должны выстыковаться. Там нет единой системы управления любым самолетом. Для этих должны быть особые, отдельные. И вышки, соответственно, и системы управления, наведения, их, так сказать, подготовка на боевое дежурство, освещение ракетами. Это все-все такая модель, которая должна иметь целый комплекс ситуаций. Они размещены только в нескольких регионах Российской Федерации. Ну, еще одна тема, которая сейчас тоже на устах у всех, это переброска сил в Беларусь на наши северные границы российских. Их подготовка к совместным учениям. Мы их помним год назад уже перед полномасштабным вторжением. Как вы считаете, ну вот Пентагоны, наши пограничники говорят, что пока что оснований для того, чтобы говорить о наступлении с севера нету. Однако, это, опять-таки, моральное давление на нас для того, чтобы мы святачивали на северных границах вооруженные силы и не перебрасывали их на Донбасс. Или все-таки будет еще попытка штурма, например, того же Киева, Чернигова? Чего ожидать украинцам? Ну, в первую очередь, мы отслеживаем в режиме онлайн все средства противника на территории России, оккупированной территории, особенно Беларуси. Поэтому ничего неожиданно не будет. 24 числа точно не будет. Не только в плане того, что мы имеем хорошие разведданные. Какие, чтобы мы четко говорили? Космическая разведка, радиолокационная разведка, компьютерная разведка, наша фронтовая разведка. Соответственно, с позиции службы внешней разведки в Украине, пограничной разведки. Соответственно, войсковая, которая именно действует непосредственно в зоне, в ближайшей зоне, например, границы белорусской. То есть, это все системы, которые нацелены на выявление северных средств противника. В этой же системе работают американские спецслужбы. Их, прямо скажу, по 17 разведок. Они в одном сообществе. Точно так же МИ-6 британская и техническая разведка Британии. Мощнейшая разведка. И они все делятся с нами информацией? Мы имеем с ними полностью договора о сотрудничестве с начала войны, о системном сотрудничестве в режиме онлайн. Днем и ночью. Поэтому любые движения, любые подготовки нам известны. Теперь, если касается контингентов. Да, Белоруссия является плацдармом для нанесения ударов. И наносились удары, начинали, так сказать, даже наступательные операции. И сейчас Лукашенко понимает. Это, я прямо скажу, оперативно также информация. Это, что Путин, скорее всего, проиграет. Поэтому любым способом пытается лавировать. Он что ему? Пообещает. Я оттягиваю большой контингент украинских войск. Я защищаю западный фланг НАТО. Вот если это все будет порушено, тебе ударят тыл через Белоруссию. Поэтому я тут стою. Но наступать я не могу, потому что это спровоцирует именно большое наступление и Украины, и натовцы, как он упугает Путина. Но, с другой стороны, я сделаю все, чтобы тебе помочь в данной ситуации. Что это такое? Размещение. Эскандеру. С-300, С-400. Это, соответственно, и противоавиационные системы. Но они сейчас приспособили и ударили на положительную цель. Это, конечно, аэродромы. Потому что МиГ-31, кинжалы. Это очень, очень такая высокоточная гиперзвуковая, как мы говорим, оружие, ракеты, которые очень тяжело сбивают нашим системам ПВО. Но они постоянно, помните, барыжируют. Каждый день почти или через день тревоги выбираются, потому что они поднимаются, то есть нагнетают ситуацию. Конечно, это ремонт на базе ВПК Беларуси. Там хорошие заводы. Туда все гонят технику, средства. И ту, которая пострадала на поле боя, и та, которая старая, есть в России. Они всеми своими средствами не успевают делать. Они гонят на платформах, мы знаем, часто сообщают по СМИ Беларусь, проводят там их реабилитацию, обновление, ставят новые, какие-то более новые системы и управление, наведение. Где-то боевую часть меняют и тому подобное. И это подготовка как раз мобилизованных. Вот эти все, которые пребывают там, они проходят именно слаживание, переобучение и направляются на восток, в первую очередь. Даже последние два дня мы видим, что с Беларуси направляются на восток контингенты, которые ранее прибыли. Конечно, около 12 тысяч русских находятся там. Они их формировали как общая армия Союзного государства. Это в определенной силу составляет. Но еще и наши разведывательные данные четко утверждают. Это с позиции военных, Минобороны Беларуси, соответственно, и по другим каналам. Но офицеры и средний, и высший состав, я говорю, не только рядовых, не хотят воевать однозначно с Украиной. Однозначно. Поэтому тянуть их в войну будет очень сложно. Если россияне будут стоять в заградотрядах, вот эти 11 тысяч, и толкать белорусу, белорусы, соответственно, минимум не подчинятся, а максимум пойдут против россиян. Потому что гибнуть никто не хочет. Маловероятно, что они этими силами смогут наступать. Для того, чтобы наступать, нужно минимум 70-100 тысяч. 100 тысяч контингентов очень подготовленных, тем более с очень мощной артиллерийской, ракетной подготовкой и, конечно, бронетанковыми силами. Таких сейчас там нет. Ну и, конечно, мы очень мощно создали систему обороны. Проведены мощные учения, инспекции уже около шести после решения РНБО. Это уже не будет прогулка. Все стратегические трассы перекрыты. Дальше было, да, с боков и леса. Пройти просто так массово невозможно. Только по определенным, так сказать, целям и директрисам. Там их ждем. Заминированы ракетные системы, артиллерийские системы, мощные, так сказать, подразделения военные. Поэтому прогулки не будут. Это будет мощнейшее поражение. Путин предполагает, что так, и он бы давно пошел бы. Но он понимает, что там уже внезапности не будет. И нужно бросать громадные силы. Их сейчас его нет. Он не может взять Бахмут и Солюдар. Я уже не говорю там про юг, какие-то наступательные операции. А начать еще операцию на белорусском направлении, это фактически подорвать свой один тыл. Возможно, даже дезорганизация будет армии в Белоруссии. И армейцы вместе с народом Мотку повернуть оружие. И против Лукашенко, и против Россия. Если начнется война, это тоже просчитывается. И недаром Лукашенко сейчас ведет тайные переговоры из представителей Сен-Зепина и Эрдогана. На случай прогреша Путина, он будет просить их поддержать в плане того, что он был миротворец. И не раз предлагал площадки для мирных переговоров. То есть он перекрасится. Но сейчас он вынужден поддерживать Путина в тех рамках, которые он сейчас делает. Вот эти все его стратегические операции, размещения, первоблечения. Продолжение следует...